Привет! Я уже сделала макияж, начинаю для вас новый влог уже три дня подряд, каждый день я снимаю влоги, это уже за привычку, я только открыла глаза и думаю, блин, где камера, надо начать снимать очередной влог, обычная моя простая жизнь, сегодня собираюсь на лазер, собираюсь к стоматологу, уже последние три дня я хожу в брюках, потому что срочно надо на лазер, а там вроде как запись полная, поэтому сегодня у них должно быть окошко, я сегодня должна позвонить и уточнить насчет этого. В общем, сделала макияж, сейчас буду снимать мукпанг, который сразу выкладывать не буду, как вы знаете, я снимаю материал и оставляю его, если вдруг, например, один день у меня нет времени или же, например, я поеду в деревню, чтобы было что выложить, поэтому как раз-таки сегодня займемся тем, что будем снимать материал на запас. А мамочка тут у нас лепит манты, какие красивые корзиночки, мам, ювелирная работа, ей-богу. Рецепт, кстати, у нас есть, я вам его в боксе оставлю, если не забуду. Так, что у меня есть? Два бигбона, я беру один, сейчас заварю себе, и вкусная колбаска сервелат. Обожаю это сочетание, знаю, что вам тоже нравится, поэтому решила опять снять, хотя была уже на моем канале и не рада. Ну всё, я сажусь снимать для вас видео. Вот такая вот лапшичка у меня холодная, вода и прекрасное настроение. Вот самое счастливое существо на земле. Просто ничего не надо. Поел, попил, посрал, поспал, поиграл. То есть никаких забот. Самое главное, наелся, нашёл, кто тебя обеспечит. Всё, жизнь прекрасна. Но мне, к сожалению, повезло меньше, чем Твиксу, поэтому у меня есть дела. Записала себя к стоматологу на завтрак в 12, а сегодня я иду на лазерную эпиляцию. И я решила пойти купить себе книгу с правилами дорожного движения и уже сделать шаг вперёд, получать права и все дела. Я узнала у своего знакомого, что, оказывается, первый раз не обязательно записываться в автошколу. Кстати, кто недавно получал права, обязательно напишите, пожалуйста, мне в инстаграме. Поделитесь информацией или здесь можно написать. Возможно, ваши комментарии будут полезны не только мне и другим, кто хочет получить права. Вот я хочу купить хотя бы книгу правила дорожного движения и по одному по чуть-чуть учить. Хотя бы теорию сдать самой. Хотя и практику я хочу сдать сама. Ну, посмотрим. Буду делиться с вами всеми впечатлениями. Говорить честно, сдала ли я сама, либо подарили. После вчерашнего инцидента я уже третий раз проверяю, есть ли у меня в сумочке кошелёк. И он есть. Можем смело направляться. В магазине книжном я нашла тесты, но, к сожалению, сзади ответов нету. Ответы есть только у азербайджанской язычной книги. Очень странный момент. Я не купила, пошла на лазер. Вот такие вот у меня ножки. Я сижу, жду очереди. Хотя, кстати, не записывалась. Нашла хорошее место. Мне сделали процедуру. Вот так вот её делают. Это не больно. Хотя первый раз, когда я ходила на эту процедуру, мне было безумно просто больно. У меня сильно отросли волосы на ногах, как вы видите. Это просто заросли. Но ничего страшного. Для этого лазера как раз таки хорошо, если у вас густая растительность, как у меня сейчас. И я не стесняюсь, показываю вам. Хотя у меня ноги в таком состоянии, как будто я иногда бомжую. Но ничего, бывает всякое. Мы за естественность. Правильно? Очень удобно. Делаете один раз, 4 месяца, вы абсолютно свободно. Вот так вот я выгляжу. Такой у меня лук. Аппарат это Александрит Канделла Про. Мне он очень нравится. Я уже дома, после лазера. Правда, всё тело немножко щипет, но ничего страшного. Сходила в несколько магазинов, чтобы купить литературу, чтобы там были вопросы экзаменационные на права, теория. Но, к сожалению, сзади ответов нет. Есть ответы только у азербайджанского варианта. То есть, есть книжки, они на азербайджанском языке, там вопросы экзаменационные. И сзади есть ответы. А так как я хочу изучать это всё сама, мне, естественно, нужны ответы. Поэтому литературу я, к сожалению, не нашла. Но! Я купила кое-что вкусненькое. Ох! Как тяжело. Арбузик. Ну, куда летом без арбузика? Так дёшево, что прям хочется, знаете, все арбузы, которые есть там, загрузить на тележку и привезти к себе домой. Вот в таком состоянии у меня ручки, ножки. После лазерной эпиляции. Но в течение 24 часов это всё проходит. То есть, это всё временно. Реакция кожи просто. И через 15 дней у меня коррекция. Я только что проснулась. Проспала 5 часов. Кто только мне за эти 5 часов не звонил. Ну, блин, это такой кайф спать днём. И плюс у нас в роду, у Аразовых, я Аразова, мы все спим и днём, и ночью. У меня папа тоже такой же. Он может весь день проспать, потом ночью тоже спать прям отлично. И так же у всех наших родственников. Но у мамы, например, это не получается. Если днём она поспала, то ночью она заснуть не может ни в какую. А я сейчас, получается, 5 часов проспала и покушаю, опять лягу спать. И ничего, нормально. То есть, завтра точно рано встану. А ещё я сегодня пыталась снять пранк. Точнее, сняла. Просто мама поняла, что это пранк. Теперь я не знаю, выкладывать или нет. Скорее, наверное, нет. Чё выкладывать там? Мама спалила сразу. Ну, не сразу, но спалила, что я снимаю. Я там типа её пранкую, что хочу выбросить Твикса на улицу. И как вы думаете, она поверила? Нет, конечно. Сначала она говорила со мной об этом, а потом увидела камеру. И такая, ты снимаешь пранк. Все говорят, снимай пранки. Но, блин, когда ты часто снимаешь пранки, уже всё, тебе не верят. Вот сегодня произошла как раз такая ситуация. Я расстроилась, легла спать. А мама знает, если я днём сплю, то ночью я тоже сплю. Блин, обожаю спать. Это лучшее в жизни. Пока я спала, мне позвонили все. Парень раз что позвонил. Волновался вдруг, что произошло. А что со мной может произойти дома? Ну что, легла спать, нажралась. Знаете, что он делает? Он такой дурачок жёсткий. Блин, не смогла заснять. Сделай давай ещё раз так же. Сладкий мой. Вы знаете, у него такой хороший характер. Я когда сплю, мне никогда не будет. Когда видят, что я сплю, даже вот ни звука вот просто не издаёт. Идеальная собака. Ой, кошка. Точно, это же кошка. Но по характеру, как собачка. Гляньте, что я нашла. Ну как после этого моя жизнь может быть прежней. Крабовые палочки. Я их обожаю. Кстати, котику даю, он их не ест. Странно, да? Вроде вкуснятина. Он не ест, не ест. Придётся самой доедать. Знаете, как я люблю их есть? Вот так вот. Вы знаете, мой мир рухнул, когда я узнала, что оказывается в крабовых палочках нет ни кусочка мяса краба. Тогда мне было, наверное, 15-16 лет. Я смотрела передачу Галилео. Да нет, меньше мне было. Хотя мы сказали, что здесь-то краба нету. Ты будешь, дурачок, Витя не ест. Мне больше достанется. Но это очень вкусно. Хоть и здесь нет краба. Очень вкусно. Сейчас я наживусь. Как я обожаю ночью кушать. Это прям нечто. Ставишь дом 2. И начинаешь наяривать. И ты понимаешь, что жизнь прекрасна. Когда она пранковала маму, я подумала, реально, она хочет от меня избавиться. Я-то откуда знал, что это пранк? Мне стало так обидно за себя. Я же такой хороший. Съем тебя, съем, мой сладкий. Вот вы тоже так делаете вашим животным. Поел немного арбузика. А еще нашла здесь сухофрукты. Я их очень люблю. Это ананас сушеный, сушеный манго. Еще в мукбанке я ела вот такие вот сушеные орешки. И чаек. А ноги у меня в таком вот состоянии. Хотя вам не сильно видно. На самом деле, все намного плачевнее. Это просто реакция организма, реакция кожи. Завтра или послезавтра максимум все это пройдет. Единственное, что мне нельзя, это выходить на солнышко. Ближайшие 24 часа. Но мы завтра планируем клеить обои, так что я и не собираюсь на солнышко. Сейчас, наверное, буду спать. По крайней мере, попытаюсь заснуть. Время уже 12. Я решила с вами попрощаться. В прошлом влоге не было начала и не было конца. Но мне кажется, так как-то более естественно, что ли. Но дело было в том, что начало, этот первый кадр, он у меня просто удалился. Некоторые начали в комментариях писать, что это как-то не так. И я поняла, что реально надо, наверное, прощаться в конце влога. Снимать еще один кадр, где я вам желаю спокойной ночи. Я вас всех очень сильно люблю. Завтра сложный день. Завтра мы будем клеить обои на кухню. Уже, наверное, где-то через 4 дня привезут кухню. Привезут мои стульчики, которые я вам показывала во влоге, которые я купила. Надеюсь, что мне все понравится. Как аккуратно сделают кухню. В общем, все по ходу вам покажу. Мне бы, конечно, хотелось показать в быстром режиме, как собирают и устанавливают кухню. Но я не знаю, разрешит ли снимать человек, который будет собирать. Я из подтяжка, я такие дела делать не люблю. Я просто скажу ему, что я блогер. Я бы хотела снять такой кадр. Если вы хотите этот кусочек, я вам тоже отправлю. Вы можете выложить к себе в инстаграм. Но если согласится, покажу вам. Будет интересно, мне кажется, в быстром режиме, как они собирают кухню. На этом все. Я уже буду с вами прощаться. Всех люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока.